Ни один рейсовый автобус не проверяют так, как школьный, ведь в этом транспортном средстве перевозят самых важных пассажиров. Включаем габаритные огни. Ближний свет фар. Дальний свет фар. Перед новым учебным годом сотрудники госавтоинспекции провели проверку автобусов, которые с 1 сентября отправятся по школьным маршрутам. Мы проверяем наличие работоспособности тахографа, световых приборов, аптечки, огнетушители, визуально-техническое состояние. Это утечка в воздух тормозной системы, шины. В Ленинском городском округе задействованы два автобуса для перевозки школьников до образовательных учреждений и обратно к дому. Они могут совершать два рейса в день в зависимости от количества смен. Транспортные средства прикреплены к Калиновской и Молоковской школам. Детей перевозят с поселка Остров, дальше заезжают в поселок деревня Багдадиха, деревня Андреевская и везут в Молоковскую СОЖ. Калиновский автобус. Детей забирают с гора Кленинских, проезжают по Каширскому шоссе через село Ям и далее на поворот на Калиновку. У водителей также обязательно проверяют наличие лицензии на перевозку детей. Владимир Петухов уже почти три года работает шофером школьного автобуса на одном маршруте. Мы там все уже как родные. Каждый день? Ну да, все дети меня знают и я практически все знаю. На какой остановке, кто зайдет, сколько человек. Всех встречаем и мы идем. По результатам осмотра выявлено, что все автобусы находятся в исправном состоянии. Одна помарочка есть, это вот на автобусе ПАЗ. Немножко выгорела информационная вот эта вот наклеечка «Внимание, дети!». Ну, обещали в ближайшее время, ну, перед учебным сезоном ее заменить. Также сотрудники ГИБДД каждый месяц контролируют техническую исправность школьного автобусного парка. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.